Девушки отдыхают Александр, 51 год. В первом браке не смог поладить с тещей и спустя 9 лет ушел из семьи. Во втором жена ушла от него в монастырь. Александр главный инженер проектов в архитектурно-строительной компании. Гордится своими многочисленными сооружениями. Любит путешествовать, фотографировать, ездить на рыбалку и заниматься садом. Предупреждает, что у него большой стаж курения. Мечтает о семейном счастье. Александру не нравятся девушки, которые принимают решения, не посоветовавшись с мужчиной. Женится на активной и чистоплотной хозяюшке, которая родит ему девочку. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спасибо, мой дорогой. Спасибо большое. Святый подарил, молодец. Но мне как-то трудно представить, что от вас мог кто-то сбежать в монастырь. Как такое могло произойти? Никто не сбегал. Это был выбор. И это выбор каждого человека, который церковлен, который верит. Человек всегда стремился к этому. Как познакомились? Сколько было лет вам? Сколько ей? Ну, мы познакомились два с половиной года назад, где-то примерно. Ей было 43 с половиной, наверное. В Москве познакомились? В Москве, да. Ну, она быстро к вам переехала, да? Нет, не быстро. Ну, через сколько? Ну, месяца полтора прошло, потому что я в командировке уезжал. У нее был ребенок? Да, взрослый сын. Она с сыном переехала или одна? Одна. Когда ей пришла вот такая мысль уйти в монастырь? Ну, постепенно. Она, в общем, довольно верующий человек. Она сейчас пока пошла там, ну, я не знаю, трудницей работать. Послушницей? Ну, потом послушницей. Она педагог по образованию. Сейчас в данный момент работает там в приюте для детей. Это, мне кажется, какой-то странный знак. Потому что женщины в монастырь от мужчин хороших не уходят. Так не кажется? Вы были женаты. Да. А расскажите свою историю. Ну, мы познакомились, когда мне было 35 лет. Ей было 28. Встречались. У нее была дочка? Дочка, да, первого брака, 6 лет. Потом стали уже жить, ну, первое время, ну, как говорят, гражданским. Родили свой ребенок. Дочка сразу через неделю стала меня папой называть ее. Потом через год родилась дочка. 9 лет прожили уже в официальном браке. А с вами все время жила почему-то теща? Мы с женой купили свою квартиру. Я построил дом загородный. Но у тещи было где жить? У тещи была дача, своя квартира, все у нее было. Значит, бизнес я открыл свой. Ну, ресторан построили. Вот. Ну, теща оказалась везде. И на своей даче, и у нас. Александр, объясните, вы же не были мальчишкой. Вы были взрослым человеком. Не обязательно же скандалить, чтобы поставить тещу на место. А можно просто даже без присутствия жены объяснить, что у вас своя семья. И что вы отвечаете за свою семью. И вы не дадите никому ее разрушить. Но в то же время не все ж мужики могут сказать, стукнуть кулаком и сказать, все, твоя мама за дверью. А она вот что привносила в вашу семью? Ну, она и позитив привносила, но и негатив по отношению ко мне в первую очередь. Почему-то она меня вот не взлюбила. Хорошо, Александр, как вас можно не взлюбить? Вы интересный мужчина раз. Без дурных привычек, судьбы, вы не алкоголик. Хозяйственный. При деньгах. Взяли ее с ребенком. Родили еще одну девочку. Что у вас? Построили дом. Дали жене заниматься бизнесом, чтобы она не сидела дома. Ни одну машину подарил тещи. Я просто не понимаю. Мария, а может наш герой откупался просто-напросто? Не решал проблему? Ой, хорошо бы откупался бы так от тещи. Все бы так откупался. Мужчина, дорогие, откупайтесь, откупайтесь от тещи. Ну, значит, наверное, мало, да. Думаю, да, и хотелось всего. Почему было не посадить ее и не задать вопрос? Мария Степановна, вы скажите, вы действительно хотите, чтобы я развелся с вашей дочерью? Почему, зачем? Как вы представляете себе дальнейшую жизнь? Она так не скажет. Во-первых, что сразу будет конфликт между ней и ее дочерью, правильно? Почему? Ну, потому что есть сволочные натуры, есть, которые съедают поедом все, что близко. Дочи, внуки, вот просто такие плохие люди. Ты же допускаешь, что они здесь на земле? Я допускаю. И они чьи-то матери, чьи-то тещи. Вот такая попалась Александра. Выживать надо таких. Понимаешь, мне так кажется, что его внутренняя интеллигентность не позволяла вообще к женщине относиться плохо. Хорошо, когда вы жене уже построили бизнес, сказали, дорогая моя, а вот занимайся. Судя по всему, с женой тоже начались какие-то проблемы? Ну, во-первых, в бизнесе тут же оказалась опять-таки теща, потом жена. Это, когда я с ней познакомился, это романтическая натура, консерватория, аккомпаниатор, фортепиано, музыка. А когда поженились, вы слышали, что музыкальные пальчики еще денежки хорошо считают, да? Да, и тут дурок, ресторан, общественное питание, я хочу быть директором, я хочу быть бизнес-вумен с утра до ночи. Понятно, про золотую рыбку, короче. Да, да, ну и с утра до ночи. Ну, тоже ему надо было кулаком по столу как-то стукнуть. Лиз, почему он не сделал так? В этом человеке нет грубости, это самое главное. Может быть, он нехкотелый. Нет, он мудрый. Он мудрый и терпеливый человек. А дети на бабушке? Бабушка тоже там. Дома младшая с нянькой, старшая тоже. А бабушка там тоже в ресторане, да? Да, в ресторане. Столовалась-то, вот ей плохо хозяйкой там ходить. Это тоже, знаем, такие были. И подружки ее. Случай. Понятно. Ужас ужасный, Александр. А что же вы такой безвольный-то? Как безвольный? Ну так, в первом случае кому-то просто постороннему человеку, можно сказать, разрешили разрушить семью. Вот как ты говоришь, ты говоришь, вот именно ты руку откусишь. Я просто представила, если вдруг с тобой такая ситуация. Просто даже не представляю, Александр. Нет, я просто человек объективный, отношусь к людям объективно, воспринимаю их такими, какие они есть. Я не стремлюсь навязать никому свое мнение. Бабушке стало легче от этого? Бабушке? Ну конечно, оставили квартиру, оставили ресторан. Она плясала, когда я вещи забирала. Не знаю, нет, вроде процветает. Ну а с дочкой, скажите, с дочкой-то? С дочкой, да, встречаемся, созваниваемся. А сколько дочкой уже? 14. Созваниваемся с ребенком? Мне кажется, этого мало для папы. Олег, а вы сколько лет в браке? 36. Какое счастье! Значит, будете правильно направлять своего друга. Кого вы видите рядом с Александром? Я так понимаю, если вы плотно дружите, она должна еще войти в вашу компанию, она должна подружиться или хотя бы не быть в вашей жене. Правильно? Потому что есть такие, которые разъедают и разрушают все вокруг себя. Вот и слушаю вас. Ну, в первую очередь, так как Саша сам, так сказать, такой хозяйственный человек, конечно, рядом с ним должна быть жена-хозяйка. Так как Саша всесторонне образованный, то желательно, конечно, чтобы эта женщина тоже могла поддержать, чтобы было о чем поговорить. Да, прекрасно. Но Александр хочет еще ребенка, что меня дико смущает. Я не хотела задавать этот вопрос, но он мне все время верится в голове. То есть она еще должна быть плюс молодой. То есть лет на 20 она должна быть моложе Александра. Но он хочет женщину себе от 35, как-то, мне кажется, не очень разумно рожать в 30, например, 9 лет. Зачем вам маленький ребенок? Ну, я хочу сказать, что для меня это неактуально. Неактуально, слава богу. То есть женщина может быть со своими маленькими детьми уже, да? Если женщина захочет ребенка, значит, я не буду возражать. Если нет, слава богу. А если у нее уже свои маленькие дети, то будете воспринимать? Ну, слава богу. Ну, и прекрасно тогда. Человек состоявшийся, это самое главное, Наташа. У тебя уже нет времени ждать, когда мужчина состоится в этой жизни. Ну, это правильно, правильно. Тебе нужно ребенка поднимать. Брать? Идать. 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 Идать, да. Я бы вам рекомендовала найти женщину, которая знает главный секрет и владеет главным принципом общения с возрастными мужчинами. Не обращать внимания на то, что говорит тебе муж. Я имею в виду, сейчас объясню, потому что когда он говорит, а хочешь платье красивое, да покупай. Замуж и выходишь через пять лет или там через годик начинает, ну вот, дорогая, ну что ж ты там тратишься и так далее. Очень много обидного нам говорите. Поэтому кое-какие вещи надо, ну, просто пропускать в нем ушей. По принципу, вы, наверное, куриц, которая вас клюет, не объясняете, в общем-то. Главное, чтобы яички к завтраку были, в общем-то. Поэтому, дорогие мои, я вам, собственно говоря, буду вот такой вот, который вот с вами будет, за вами будет ухаживать, любить, ла-ла-ла, и при этом кое-что будет пропускать мимо. Не то с ума садет с вами, с вашей муднятиной и так далее. А с каждым годом характер у мужчины портится, к сожалению. Да. Вы знаете, когда молодые живут вместе и вместе входит в вот эту пару, 50-летних, 6-летних и так далее, это вполне естественно. Мне вот буквально несколько часов назад моя подружка грустная-прегрустная, ей 30 лет, мужу 51. Она говорит, понимаешь, Ларочка, когда я выходила замуж, мне было 20, ему 40. А сейчас я понимаю, между нами пропасть, ничто не спасает. Мне хочется ровесника, понимаете? Потому что как вам хочется молодого тела и женщинам тоже. Поэтому, как бы это ни было грустно, но мне кажется, что вам нужна женщина вашего возраста. Может быть, год-два меньше. Тогда вы будете органично идти вперед. С молодой... ну зачем вам проблемы? У вас их было уже предостаточно. Это еще тем более важно, я с Ларисой абсолютно согласна, что вам нужна настоящая единомышленница. Женщина, которая будет меняться вместе с вами, та, которая будет очередной этап проживания вашей жизни проходить вместе с вами, та, которая будет понимать и разделять ваши идеи. На это способны только женщины, которые вместе с вами росли и уже видели то, что видели вы. Я в этом абсолютно уверена. Вы обладаете чудесным качеством быть не очень конфликтным на первых порах. Это весовская луна. Но при этом вы соглашатель. То есть вы соглашаетесь для вида, но поступаете всегда по-своему. И рано или поздно это становится потом поводом для какого-то непримиримого конфликта. Я думаю, что с тещей могла быть та же история. Потому что в глубине души вы человек не очень уступчивый, неуживчивый. Так вот поэтому они говорят, что ему нужна женщина, которая будет слушать его, соглашаться, а делать по-своему. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Ля Бай Пашин» и у нас в гостях Александр. Идите, встречайте первую невесту и удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, спасибо. Александр. Извините. Очень приятно. Я хочу попросить у вас позволить до вас дотронуться. Я потом объясню, зачем. Пожалуйста. Все. Интересно. Да. Лисичка. Здравствуйте, Людмила. С кем вы? Я со своей дочерью Юля. Ой, какая прелесть. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Людмила. 39 лет. Директор департамента продаж в рекламном агентстве. Поет романс и снимает креативные видеоролики. Танцует сальсу. Любит экстремальные виды спорта. Мечтает достичь гармонии с самой собой. Первый муж Людмилы попал в тюрьму, а второй супруг изменил ей с лучшей подругой. Многое прощало своим мужьям, но семье так и не получилось. Надеется, что Александру можно довериться. Людмилочка, вам 39 лет, вы были замужем. Что недодавали мужу? Почему он вам изменял? Я слишком требовательная. В чем? Ну, вот как все женщины, я хотела внимания. То есть я думала, что если я буду получать от мужчины внимание, то я буду вся наполнена. Будучи в браке, да? Уже в браке. Да, вот сейчас я понимаю, что это происходит от того, когда у человека у самого немножко пусто внутри, немножко есть место, он пытается его чем-то другим назвать. Или много времени свободного? Какое внимание вам нужно было? Ну, у меня не было времени свободного. Первый раз, когда я была замужем, я, собственно, тут же родила дочь, и как бы, по сути, у меня его не было, да? А второй раз, когда я была замужем, это скорее я хотела вот как раз вместе с мужем развиваться и расти. Нет, вот давайте про отца Юлечки. За что он сел в тюрьму? Это были лихие 90-е, и там продажа машины, это было во Владивостоке. Много дали? Три года, но сел он два. И вы его дождались? Конечно. И странную позицию заняла ваша свекровь. Она сказала, что вам лучше расстаться. Она сказала, ну, раз ты такая плохая женщина, что не смогла моего мужа. Ага, вы плохая. Мне надо было делать так, чтобы он сидел дома, чтобы он не гулял. То есть вы виновница того, что он попал в тюрьму, условно, по ее представлению? Ну, по ее представлению, да. Может быть, Людмила, вам нужно было много денег? Может быть, вы были слишком требовательны, а он не мог заработать своими мозгами, мог только кулаками отобрать. Может быть, действительно есть вина в вас? А вы заметили, что она стала по-другому? Вот сейчас коснулись ее внутреннего вот этого, да, и она сразу стала другая. С одними женщинами мужчина становится профессорами, а с другими женщинами становится бандитами. Я хочу просто выяснить, в ваш случае, почему так произошло. Вы не выходили замуж за бандита? Он стал в, так сказать, в процессе. Значит, пожряла. Вы же знали, чем он занимается? Ну, хорошо ведь, когда мужчина приносит деньги домой, правда же? Ну, он их не совсем домой приносил. Он их отдавал маме, а мама их вкладывала в бизнес. Опять мама. А мама, а я, наверное, не нравилась, что маме отдавала. Людмила, ну, расстались. А второй муж? Второй муж – это была моя великая любовь. Но у нас разница была 8 лет. И у него не было мамы. Ну, и, видимо, я подумала, что это любовь, а он подумал, что это новая мама. Она очень сильная девочка, понимаешь? Поэтому, наверное, ей не везло в жизни. Не попадался мужчина в уровне ее планки, да? То есть, чтобы он был выше, чтобы он мог дать ей возможность развиваться. Через сколько времени вы его застукали с своей подружкой? Через 5 где-то лет, да. Я не хотела это признавать очень долго, потому что это была моя подруга, практически сестра. И когда я захотела ее ударить, собственно говоря, за это, он меня избил. Слушай, ну, надо было так заканчивать и с этим мужчиной, и с этой подругой, и со всеми. И была же любовь. А когда он вас сбил, подруга что? Сидела и улыбалась. Ужас какой. Ну, а почему вы простили? Потому что я женщина. Нет, послушайте. Женщина-то, которая не прощает. Можно, я его слишком любила. Не прощает. За что любили? За что? За то, что он вас избил, за то, что он вас вот так просто над вами посмеялся. Человека же нельзя любить за то, что он вот такой или вот такой любитель. Какая любость? Вы еще скажите, что любит ни за что, любит вопреки. А вот мне в связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас какие отношения с дочерью? Вы вместе живете? Нет, я сейчас живу в Москве, а Юля в Владивостоке. Я объясню, почему я спрашиваю. Потому что вы ведете себя вот как 21-летняя девочка. Вот это манера. Вот это, это. Ну, по-разному все. Нет, 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 это. Это чисто американское. У меня просто была подруга. Вот эти все вещи. И было от вас все время вот... Это плохо или хорошо? Вы это для чего делаете? Потому что в 40 лет женщина достойно может себя вести. Вот мне тоже так показалось. Ну, ведь хорошо, когда у человека внутреннее... Нет, с одной стороны, хорошо для... Когда она знакомится. А вот у нас живой человек открытый. Хорошо, в связи с этим вопрос. Вы зачем жениха трогали? Трогала? Господи, трогала. А что хотели-то? Когда дотрагиваешься до человека, очень многое можно понять. То есть от человека идет энергетика. И когда стоишь на метр от него, ты можешь ее не услышать. Плохая, хорошая энергетика. Ты что, поняла? Ой, да ладно, Людмила, ну что вы гоните сейчас? А я тебе про что говорю? Скажите, пожалуйста, вот есть ли такой козел, как был ваш второй, этот муж? А вы имели уже девочку, подростка, да, судя по всему? Это когда это было? Ну, ей было 10, а когда мы расстались 14. Подросток 14-летний. А вам было не страшно? Сначала он целует вашу подругу, потому что он беспринципный. А потом поцелует вот так же вашу девочку. Страшно. Да, а как вы могли не думать об этом? Я не говорила, что я про это не думала. Я думала. Ну, а разве можно только обслуживать свои собственные интересы и свои собственные какие-то инстинкты? У нее такие вещи происходили, что мужчины приходили и обращали внимание на дочную? Людмила, вы создаете впечатление молодой женщины, которая не знает, чего хочет. Я не буду говорить резкие слова, которая заигралась. Многим женщинам кажется, особенно если они маленькие, хрупкие, что они и внутренние маленькие девочки. Мужчинам это не очень нравится. Мужчинам взрослым, знающим, чего они хотят. Хочется рядом с собой видеть партнершу, достойную, понимающую, выросшую. Мне кажется, что она ему вообще не подходит. Мне кажется, не совсем. Вот мне кажется... Она очень интересная женщина. Она классная, лисичка, очень классная. Я знаю, что у вас, Людмила, какой-то необычный сюрприз для нашего жениха. Давайте посмотрим. Давайте. Давайте. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Мотографию ему взяла, вставила. В какие годы она его загнала? Ну, в этот, Штиргенц. Штиргенц. А я и в цари записаться могу. Да. Кто тут, кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. Наполеон. Нет, ну смотри, какая молодец. Ну, она все это как-то скомповала, сделала. Творческая лисичка. Сегодня царь. Каждый день ты царь, ты царь. Маловато. Вот это сюрприз. Сюрприз. Такой оригинальный, блестящий сюрприз. Просто я в восторге. Спасибо. Вы с дочкой приходите в свою комнату. Это было ужасно. Это было ужасно. Олег, как вам невеста? Я понимаю, что это женщина с трудной судьбой. И, конечно, хотелось бы такой женщине помочь стать счастливой. Но мне кажется, что для моего друга Саши это слишком бурный поток. Мне кажется, Саша нужна что-то поспособление. Спасибо, Александр. Что вы увидели? Ну, я, наверное, тут с Олегом солидарен. Да. Женщина и девушка с трудной судьбой. Вот. Много непонятного. За такой короткий момент трудно выяснить. Как бы много вопросов к ней. Этот мужчина будет задавать мне вопросы. Он должен меня завоевывать, а не задавать мне вопросы. Не ее вина, что вот такая ей досталась судьба. Понимаете? Рано вышла замуж, рано родила ребенка. Некогда было повзрослеть. Это она сегодня нам в таком облегченном варианте хочет представить. Ну да, ну машина, ну теща, ну сказала, ну вот так. Второй, ну младше, ну вот так, ну с подругой. Но на самом деле, если представить себе, какие переживания достались ей в первом и в втором случае, это не приведи бог никому. Просто она с этой улыбкой так раз... Ну это все ужасно. Это моя защитная реакция, друзья. Я улыбаюсь, я же не буду сидеть как жертва, такая, ааа, все плохо, меня все били, все плохо. Зачем такое мне делать? Ну, во-первых, все, что мы называем судьбой, я так считаю, есть результат нашего выбора. Но первый раз ошиблась, могла бы делать выводы. Непоследовательно совершенно. Ну и да, я такая. Я совершенно непоследовательна и нелогична. Как я могу быть логичной? Я что, мужчина, что ли? Нет, дорогая моя, если пришла к серьезному, солидному мужчине, вот на ролик хватило ума, хотя такого серьезного мужчины, извините, в каким-то... Потрясающе. Да ни о чем, ролик ни о чем. Вот совершенно ни о чем. Такой сюрприз она очень старалась. Вот какой он мультяшный герой. У нее это получилось. В 39 лет не у многих уже... Ну, хорошо, Ларис, если бы в 20 такой мультфильм, но дочка бы, если бы сделала, я бы еще поняла, конечно. Лучше бы что-нибудь связала бы, приготовила бы или кресту. А я считаю, что это банально, приготовить и связать уже... А вот это вот прямо это... А это шикарный, талантливый сюрприз. Мне не понравилось. Все, что персонально, все, что адресно и предполагает заботу о самом человеке, все чудесно в качестве сюрприза. Поэтому мне очень понравилось. Она была просто супероригинальна. Женщина-огонь. Знойная дама. Я считаю, что она способна ваше внимание привлечь по-настоящему. Она, конечно, красавица. Она умница. Это видно. И по дочери все видно тоже. Но заинтересуете ли вы ее так сильно и так надолго, насколько ее предыдущий молодой любовник? Мне кажется, что я с ним, с таким мега суперсерьезным, застрелюсь приблизительно через месяц. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Александр. Идите, встречайте вторую невесту. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Наталья. Я Александр. Александр, я не знаю, какой вы сегодня сделаете выбор, но в моем доме вас всегда будут встречать хлебом и солью. Спасибо. Так что делайте правильный выбор. Это вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Вот прям. Ну, нужна женщина, которая печет пироги, которая будет убираться дома, чистить ванну. И, как бы, вот такие вещи. А я не такая. Давайте нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько ребенка? Двадцать с половиной года. А где он сейчас? Тимофей, ну, он сейчас со мной, с нами живет. Мама... Помогает мама, да? Конечно. Я без родителей... Если бы не мамочки. Никуда бы. Да, если бы не наши мамочки. Нет, я купила квартиру в ближайшем Подмосковье. Какая молодец. Вот уж никто не придет и не скажет, что надоело забирать своего ребенка и уматывается. Уважаю, уважаю. Сейчас расскажете свою историю, и женщины, которые отчаялись, будут смотреть на вас, и это их возродит. Это даст им такой-то отчет жизни. Вы заболели в 20 лет. Да, я заболела очень рано, к сожалению. Очень неожиданно я узнала свой диагноз. Конечно, тут началось лечение, химиотерапия. Мама со мной рядышком 24 часа в сутки. Врачи сделали все, что могли, надо им отдать должное. Но сказали, развели руки. А что было? Был рак лимфоузлов. И была уже, на самом деле, вторая стадия. Врачи, конечно, развели. Моя девочка золотая. Да, развели руками, сказали, мы сделали все, что могли. Дальше народная медицина, делайте сами. Конечно, мама меня возила, таскала, что она только не делала. Мама где? Мама сидит в зале. Вот, вот моя мама. Где мама? Поднимите руку, мама. Какая вы умница. Вот говорят же, что мать может вылечить своей любовью и заботой. Мама плачет. Скольки годов вы уже стали абсолютно здоровым человеком? Ну, где-то даже уже к 22. Я уже через год обследовалась. И они сказали, что он не нужно ничего. И зашили нормальной жизнью молодой девчонки здоровой? Ну, естественно, я не стала опускать руки. Конечно, стала жить. Я вернулась на работу, меня там ждали. И вот вы влюбились. Влюбилась, да. А он женатый? Он знал ваше? Да, он знал, но он это воспринял. И вдруг через какое-то время, о чудо, Господь первый раз вас спал. Я очень хотела ребенка. Это было действительно чудо. Никто не верил. Я сама просто тоже вот в России. А к врачам не ходили, потому что в некоторых случаях беременность провоцирует рост дурацких клеток. Не ходила. Ни дня, ни на вследование не потратила, ничего. Сказали бесплодие, вот, ну, скажем так, с этим надо жить. И все. Не ходила. Ну, потому что, когда я узнала, что беременна, конечно, это было... То есть вам все равно вы хотели ребенка? Счастье, да. Скажите, а как мужчина ваш отреагировал на это? Он отреагировал спокойно, вполне, потому что у него была семья. Он туда не собирался уходить. То есть у нас все было с самого начала честно. То есть вот я женат, у него был сын. Сказал, что, конечно, не будет помогать. Мужчины сами всегда жалуются, что у них все болит на свете. И очень не любят, когда женщины жалуются на какие-то болячки или еще что-то. Женщина должна быть сильной. Поэтому у нее так избегали, конечно. Но он знает, что есть пацан, что есть сын? Знает. Ну, когда-то созваниваетесь? Нет. Как когда будет ваш... Тимофей, да? Тимофей, да. А как будет Тимофей расти и задаст вопрос? Есть уже версии? Много версий в голове, но, естественно, я не буду говорить, что он погиб летчиком. А можно совет? Вот ровно слово в слово, как вы сейчас рассказали, вот с таким же лицом. Не надо считать детей идиотами. Вот точно так же расскажите. Вот просто все вот так и расскажите. Во-первых, парни будет с этим легче жить. Потому что в правде всегда, правда, как-то она хоть и с трудом глотается, но потом, без последствий, он должен знать. Не мудрите ничего. А потом, если встретите хорошего человека, если у вас все сложится, то... А может, у нас сейчас сложится? А что это, прям может быть? А мы что тут погибли? А я не могу. Ведущий развесили. А я не могу. Не погулять. Мужчины не любят несчастных и больных. Да. Ну, раз первый ребенок родился, я думаю, что теперь дело за вторым вообще не станет. Хочу девочку, Полину. Да? Да. Ну, хотите, значит, будет между прочим. Я очень хочу девочку. Скажите, вас не смущает 14-летняя разница? Честно, нет. И мне очень нравится разница 14 лет. Разница в возрасте хороша до 7 лет, либо через два поколения. Уже самое сложное с 7 до 14, вот когда разница. А 14 и больше уже можно обсуждать. Вы как бы нам нравитесь, Наташ. Какая-то вы такая веселушка. Мужчины очень любят, кстати, хохотушек, веселушек. А женщины, которые пережили что-то страшное в своей жизни, уж вас-то там, знаете, на разбросанных носках-то точно не поймаешь со злобным лицом, потому что вы уже что-то узнали такое важное. Ну, переосмыслила жизнь. Конечно. Поэтому, я думаю, легче, чем вы, уже навряд ли с кем-то будет. Вот любому мужчине, Александру в частности. А хотите пообщаться? Ну, прошу, идите. Постеснялись, Опа. Можно вопросы? Конечно. Как вы считаете, кто с утра должен готовить кофе? Мужчина или женщина? Если это суббота или воскресенье, то мужчина. А среди недели – женщина. Хотите поклянусь, что если вы поженитесь, я вам куплю самую дорогую кофеварку? Клянусь. Ловим на слое. Даже можно не ловить на слое, я обещаю и делаю всегда. Вам на что-то сложилось. Хорошо? Наташа, ну, это все вот такие смешинки. Что не будете терпеть никогда в семье? Просто у вас нет опыта семейной жизни. Он будет терпеть. Ей зачем терпеть? Он же старше. Он больше прошел. Но ты знаешь, мне кажется, она будет для него ребенком в семье. Он будет ее оберегать. В семье, вы знаете, я никогда не потерплю и не прощу. Это предательство и измену. Ой, Наташа, ну это такая ерунда. Дедушка практически перед вами все на его предательстве и измену. А потом, ну странно слышать, это от вас, потому что вы с женатом встречались. Значит, ему бы прощали измены, да? И практически вы индульенцию ему давали. Ну как-то это странновато. Я думаю, что вы должны сейчас поговорить о каких-то принципиальных моментах, связанных с вашим сыном. Причем с измена. Ну а сын, если меня полюбит, то полюбит и моего ребенка. Нет, нужно это сейчас обговорить. Ну вот, студия поддерживается. Готов, не готов? Готов, Александр? Маленький. Ну и что? Маленький. В 20,5 года. В несчастье, наоборот, помолодеете. Меня маленький любит почему-то. Во-первых, Александр, это будет ваш пацан, которому вы можете и дело передать, и все, потому что не тот, кто родил, правда. Ну конечно. Потому что я для Георгия уже мама так, ну мама и мама, а с Игорем они... Вы правы. Потому что он его взял маленьким. Не тот, кто родил, а кто воспитал и вырастил. Я знаю, что у вас какой-то оригинальный сюрприз. Да. Что, это не все еще? Нет, это еще не все. Я знаю, Александр, что у вас есть сад, что вы любите в нем. Трудиться. Я хочу вам подарить скворечник. Скворечник является символом семейного очага. Главное, чтобы пернатые птички в нем были не перелетными птицами, а крепкими хозяевами. Вороны, что ли? Спасибо. Почему взять на ворону? Про мою маму, про мою маму. Ты была просто лучшая. Вы что, серьезно? Ты была просто лучшая. Мамочка сияет, сидит моя птичка. Сидит, сияет, моя дорогая. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам долгие годы. Вы какая умница. Все вам воздастся. Вы будете счастливы. Вы и есть счастливая женщина. Как вам, невеста? Ну, начиная с овертюры, я считаю, все было прекрасно. И все, я уверен, заметили, какая разница с предыдущей. Хотя эта девочка моложе. Но выглядит она намного серьезнее. Вот взрослость. Вот. И я бы, Саша, рекомендовал. Еще бы. Саша, вам как? Мой производит приятное впечатление. И, в общем-то, довольно мужественный человек, что, в общем-то, я ценю. Он ценит все. Вот все прям. Мне очень нравится, более того, я всегда говорю, тренировка души – это страдание души. Она прошла очень многое. Не очерствела, не верит. Не обозлила. Да, и самое главное, что вот только после таких испытаний человек, вот это мне слово позитивно не нравится, но он любит. Вообще, любовь – это акт вера. Кто мало верит, тот мало любит. А у нее уж вера-то, Господи. А потом, меня единственное, чем можно купить – это естеством, естественностью. Она такая органичная, она такая легкая, она такая натуральная. Браво, Наташа. Вот просто… У Наташи Марс в соединении с Юпитером в знаке Овна. Это значит, что, во-первых, мужчины Овны – это характерный ее выбор. Те мужчины, к которым ее инстинктивно тянет. И можно сказать, что вы ее сексуальный типаж. Поэтому разница в возрасте ее не должна смущать. Более того, там еще Юпитер, то есть та планета, которая, ну, является некой такой квинтэссенцией уважения к человеку. Она этот тип мужественности очень ценит и уважает. Но мужчины Овны способны серьезно вредить ее профессии. Боюсь, что если она выберет вас, а вы ее, вы начнете убеждать ее уходить с ее работы. Ой, приубеждайте, Господи. Я вот на самом деле серьезно думаю, что вот тут я бы пожертвовала все-таки карьерным счастьем ради личной жизни. Вместе будут вбить, в самом деле. Если я рожу девочку, девочки, я готова уйти с работы, если я рожу девочку. Я хочу послепить себя в семье. Впереди у нас третья невеста. И, возможно, выбор своей семьи не предпустит. Вы смотрите «Давай поженийся». Я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Елизавета. Я хочу преподнести вам вот этот вот подарок. Если вы помните сказку про Оля Лукоя, да, когда над человеком раскрывали зон, к нему приходили удивительные волшебные сны. Я хочу, чтобы ваша жизнь была яркой, красивой, насыщенной, полной удивительных вещей. Прошу вас. Спасибо. Благодарю вас. Хорошие слова сказала. Ну, хорошие. Взрослая женщина, естественно, если бы она сказала что-то другое, было бы удивительно по-хорошему. Давайте на вас посмотрим. Елизавета, 44 года. Парапсихолог в инфомедиа-центре. Увлекается эзотерикой, любит читать, готовить и наводить в доме порядок. Коллекционирует кукол. Мечтает найти мужчину, которому станет настоящим другом. Елизавета очень рано вышла замуж, родила четверых детей, но не смогла больше терпеть издевательства со стороны мужа и уехала в Москву. Надеется, что Александр никогда не поднимет на нее руку. У вас четверо детей. Сколько самому старшему и самому младшему? Старшему 22, младшему 6. Зачем ей замуж, когда у нее целых четверо детей? У меня было четверо детей, я бы не хотела замуж. У вас очень такая история жизни, запутанно страшная. Вы вышли замуж по любви. Да. И когда у вас тоже, как и у предыдущей невесты, диагностировали вот эту болезнь? После рождения первого ребенка. И вот когда у вас этот диагноз вам уже поставили, точно совершенно, вы забеременели еще раз? Вы знаете, я долго не могла как бы забеременеть. Дело в том, что у меня уже были подготовлены все документы на операцию. И получилось случайно, что меня увидела старая опытная хирург, которая еще практиковала во время войны. И она мне посоветовала, прежде чем идти под нож, попробуй по-другому, попробуй сделать шаг на веру, родить еще ребенка. И вы родили двойню. Вы знаете, вообще тоже очень интересный момент, потому что когда я не могла, так сказать, забеременеть, я сходила в храм и поставила свечу. А вы православная. Да. И поставила свечу Николаю Чудотворцу и Казанской Божьей Матери. У меня родилась двойня. Скажите, но все это время муж занимался какими-то аферами, связанными... Он занимался, он риэлто, занимался недвижимостью. Сначала в агентстве, как положено. Но он, в общем-то, в те годы... Да, сложное время было. Черный маклер. Когда я отказывалась чем-то помочь ему, вот в таком плане, конечно, дома были другие разговоры. А зачем же вы жили? То есть он вас избивал? Ну, потому что дети были уже, и не один ребенок. Вот почему женщины рожают и живут с изуверами? Вот, знаешь, я интересно задумываюсь, если у меня было три ребенка, и я бы забеременела четвертым, я бы уже прям задумалась, подумала, что это, наверное, тяжело, она, видишь, молодец, да какая. Вы не похожи на жертву. Вот, ну, никак. Ну, вот, ну, не похожи на жертву вы абсолютно. И слава Богу. Да, и слава Богу. Поэтому я немножко не могу все равно четверых детей придурочного мужа, который распускал. Вы знаете, я не скажу, что он придурочный. Я не скажу, что он. Он по-своему старался. Но, наверное, вот и бытовые проблемы, и его вот сложный, как бы сложный момент, путь, который он выбрал. Ну, это не сложный путь, это легкий, криминальный, потому что отобрать легче, чем заработать. Уже у пенсионеров. Вы знаете, поэтому я сейчас не буду сидеть и плакать. Как мне было жалко вашего мужа в те годы заниматься вот таким вот криминальным бизнесом, при этом массы избивать, и вообще это мутная история. Зачем вам сейчас нужен муж, чтобы что? Вы столько так настрадались, вам 44 года, нафиг они нужны. Мужики, рожать вы уже, у вас вон сколько детей. Зачем эти мужчины нужны, вот в принципе, скажите. Нафиг они упали. Так пришла домой, села, и спишь, лежишь, занимаешься, чем хочешь, так бегать за этим мужиком, борща ему. А как давно вы приехали в Москву? В прошлом году, просто так получилось по работе. Здесь предложение, делали предложение. Вот, вы можете рассказать, вот в чем заключается ваша работа, в двух словах. К вам приходят посетители, да? И что они говорят, что вы с ними делаете? Ну, прежде всего, есть такая вещь, как есть сновидение, я просто просматриваю все бюджетные ключи, да. То есть они к вам приходят выяснить, что там? Да, да, да. Привороты, отвороты, где деньги лежат? Как правило, как правило, в основном включены у меня тонкие каналы, как бы, поумертвой энергетике, когда это вот от бабушки передано. Бедная вы женщина. Бедная, бедная. У меня нет вопросов. Почему? Почему бедная? На что только не пойдешь, ну как выживать женщине? Она не работала, все же не родила четверых детей. Муж как мог выживал, и она была вынуждена под это подстраиваться. Сейчас ушла. Ну, ей он, может быть, нужен только для поддержки штанов. Ну, в смысле, чтобы ей было легче этих детей растить, мне кажется. У вас какой-то есть сюрприз, Елизавета? А, да, я... Я хочу, чтобы Светочка спела песню для Александра. Интересно, он пригласит их хотя бы на танец? Он, мне кажется, вообще овощ. Зимуля. Когда ты дверь за собою закрыв, скользнешь на простывший бульвар. И дождь расскажет тебе, что когда-то ты жил и чего так ждал. В карманах брюк еще мелочь звенит, и сигарет как будто хватит на ночь. И в темноте осенний трамвай заблудился, как ты, точь-в-точь, точь-в-точь. Песни мне очень нравятся, девочки. Песня от красоты, она хорошая. Рыжая лиловая осень, кленовая, эхом косы дождей укроет нас, оставляя здесь и сейчас. Осень танцует на крышах, танцует осень, поет любовь. Осень танцует по крышам, и сует последний-последний дождь, последний дождь. Спасибо огромное! Очень красивая песня. Вы так подняли нам настроение. Девочки, спасибо. Проходите в комнату. Я считаю, вам, Елизавету, повезло с подругой. Как вам невеста, Александр? Тогда я сначала коллегу. Вам, наверное, легче будет сказать. Я скажу честно, я не представляю союз парапсихолога и главного инженера проекта. Человек, который занимается реальным строительством, у него мозги немножко по-другому. Понимаете, здесь может получиться эффект двух разных полюсов. Слушайте, она пропсихолог всего год, и то не от хорошей жизни. А я сначала не понял, кто она была до парапсихолога. А давай сейчас заплачем от шалости. Она мама была. Александр, а как вам? Ну, что я могу сказать? Я даже не понимаю, как реагировать. Он сидит, как истукан. Он ничего не говорит. Он хотя бы сказал бы. Я не понравилась ему, но слава богу. Ну, я процентам 70 не поверила. Я уж не знаю, трудно это в жизни, отлегка и все. Я боюсь таких людей, честно вам хочу сказать. Мне, меня такие женщины приводят в ужас. Я и пытаюсь сторониться. Даже не потому, что я не верю. И в 44 года... Не поэтому. Послушайте, а кто в нашей стране, прошедшей до 44 лет, не пережил каких-то страстей и мордастей? Ну, я еще раз говорю, есть путь, дорожка правильная, а есть дорожка, которая уводит не туда. Я вам не буду, конечно, Елизавету советовать, потому что более непонятного человека для меня еще на программе не было никогда. Что, Василиса, что звезды? Жесткий человек, жесткий демонстративный козерог и львиная луна. Умеет о себе красиво рассказывать, если это необходимо. Умеет пустить пыль в глаза, представить себя. Я считаю, что от душевной ленности и от больших душевных заблуждений люди проживают такую жизнь. Непонятно, каким образом рожают, непонятно от кого. В непонятных аферах участвуют, непонятным бизнесом, непонятно, какого перепугу занимаются. Я прошу прощения, я согласна, что поводов плакать над ее судьбой по-человечески у нас нет. Но я бы взывала просто каким-то высшим силам к сочувствию именно свыше в ее адрес, потому что ее как-то надо вразумить. Кто это сможет сделать в 44 года, я уже не знаю. Может, Светлана, вот такими песенками она откроет что-то чистое в человеке. Ну, он тебе понравился, да? Да. Ну, он сюда не хочет. Олег, очень хочется, чтобы вы кого-то посоветовали своему другу. Уже посоветовал. Кого? Наташ. Спасибо. Как вам сегодняшние невесты? Большинство из них с трудной судьбой. Кто-то смог побороть эту судьбу и вызывает уважение, а кто-то не смог, и до сих пор находится в борьбе. Я знаю, кого он выберет. Он выберет с пирогом. Он хотел хозяйственную и чистоплотную. Давайте выбирать сегодня невесту по такому критерию, как сердечная доброта. Ведь она, в принципе, дороже денег. А денег у вас своих хватает, собственно говоря. Вот если посмотреть даже по судьбам наших невест, ну, конечно, Наталья. И она достойна и вас, и еще поянщица-то с маленьким. Ой, как классно. Бабушка говорила, вот моя покойная, вот она пообщается с кем-то и говорит, как Христосик по душе прошелся. Вот правда. Вот Наташа каким-то своим светом, своим настроем, своим покоем и естеством, вот прямо вот так прошлась правильно. Так хочется ее еще раз увидеть. Но я вам обещала кофеварку. Я, ну, клянусь, подарю самую крутую. Конечно, Наташа. Ну, как ты свои шансы рассматриваешь? Я рассматриваю высоко свои шансы. Меня удивляют ваши сомнения по поводу женщин сложной судьбы. А кого вы ожидали увидеть? Вы мужчина 50 лет, уже на шестом десятке. Если к вам приходят женщины около 40 лет, и они не замужем до сих пор, и не свободны... Ну, Людмила, это не сложная судьба, она так? Нет, в любом случае, это женщины с какими-то определенными сложностями. И знаете, и вы тоже, если с юмором посмотреть на ситуацию, от вас жена в монастырь сбежала. Тоже такого мужа, в общем, еще поискать. Тоже не подарок. Честно говоря, тоже не подарок. Я считаю, что сегодня подарок вам сделал первый канал, феноменальный. Потому что и Людмила, и Наталья, те девушки, к которым вам подошли бы прекрасно. Но вы сами больше подходите Наталье, поэтому я бы вот этот союз одобрила. Вы взрослый человек, знаете, зачем сюда пришли. Вот зачем пришли, с тем и уходите. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки. Макс, 35 лет, номер 2197. Преподаватель по вокалу. Занимается благотворительностью, выращивает цветы и овощи в саду. Мечтает открыть школу искусств для детей. Ищет женственную, спокойную девушку, которая чтит семейные традиции. Татьяна, 25 лет, номер 2199. Работает стилистом и администратором в салоне красоты. Читает только эзотерическую литературу. В мужчинах ценит ум и надежность. Мечтает, чтобы конфетно-букетный период никогда не кончался. Мы не знаем, выйдет Александр один или снова избранец. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада. Пойду. Я очень рада. У нас есть пара Александр и Наталья. Примите в подарок конфеты «Маленькое чудо» от конфетной фабрики «Славянка». Их нежный и незабываемый вкус никого не оставит равнодушным. «Славянка» несет радость людям. Если вы тоже хотите быть счастливыми, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Я как женщина должна себя как-то развивать. То есть чем-то удивлять мужчин и так далее. Рыгнула б ядом и пошла спать, да? То есть если смех и секс, то это счастье на земле. А там третический массаж, это что такое? Я тебе потом расскажу в рекламу, даже могу показать несколько. Алло, приезжайте, милиция. Меня пытаются убить, зарезать, кислотой облить. Я закрылся и в ответ, как учили, кулаком в песок. Кстати, вы в курсе, что у меня был жених с бородой? Нас ущекочет, когда целуешься. Субтитры сделал DimaTorzok